Губернатор Ульяновской области Алексей Русских провел заседание штаба по видеоконференц-связи, находясь в Димитровграде. В зале заседания города атомщиков собралась часть регионального кабинета министров, чтобы проконтролировать решение намеченных вопросов. На прошлой неделе в Димитровграде назначили нового главу города Сергея Сандрюкова. Глава региона поставил перед градоначальником много задач. Я знаю, что вы уже приступили к решению вопросов, которые волнуют граждан. Это хорошо. Прошу вас не сбавлять темпа. Специалисты ЦУРа собрали наиболее волнующие обощрения жителей города Димитровграда за последние две недели. Темы разные. И я их вам передам в работу. В Ульяновской области завершается отопительный период. Можно подвести его предварительные итоги. Перед началом отопительного сезона специалистам удалось заменить около 300 котлов. Были промыты и опрессованы системы центрального отопления в 5,5 тысячах многоквартирных домов. Модернизировали котельную номер один в поселке Ишеевка. Прошли гидравлические испытания тепловых сетей. И по итогам испытаний были выявлены и заменены порядка 47 километров аварийных сетей. По итогам этих же испытаний мы можем отметить, что количество порывов было уменьшено на 10%. Что не может, конечно же, не работать. Аграрии Ульяновской области начали готовиться к посевной кампании. Также ведется работа по оцифровке полей. Региональный Минсельхоз обеспечил оцифровку 100% пашней Ульяновской области. Это 1 миллион 608 тысяч гектаров. Информацию заносят в единую систему учета земель сельхозназначения. В прошлом году в Минсельхозном области был проработан вопрос получения использования данных в рамках проекта «Цифровая земля» корпорации «Роскосмос». Минсельхоз получил сведения о фактическом использовании земель сельхозназначения за 2021-2023 годы. На основании анализа данных дистанционного зондирования земли данная информация взята в работу для выявления обрабатываемой пашней. В Ульяновской области реализуется федеральный проект укрепления общественного здоровья. По итогам 2023 года ожидаемая средняя продолжительность жизни в нашем регионе составила 72 года. Проект стал основным инструментом формирования общественного здоровья на федеральном и региональном уровнях. Реализацией проекта в Ульяновской области занимается Центр общественного здоровья. На сегодняшний день внедрены и реализуются муниципальные программы по укреплению общественного здоровья в 23 муниципальных образованиях региона. В муниципалитетах созданы отделы охраны здоровья и муниципальные межведомственные советы в сфере охраны здоровья, которые являются связующими и координирующими звеньями как в реализации проекта в целом, так и в реализации муниципальных программ по укреплению общественного здоровья населения в каждом конкретном муниципалитете. На этой неделе Ульяновскую область посетятся рабочим визитом заместитель министра транспорта Российской Федерации Владимир Потешкин и заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации Андрей Разин. Наш регион выбран для визита федеральных чиновников не случайно. Ульяновская область показала в прошлом сезоне один из лучших результатов по сбору зерновых и сельскохозяйственных культур. В регионе приведут окружное совещание по пассивным работам на 2024 год. Продолжение следует...